Теперь даже днём на Новомытищенском проспекте пробка. Но ради такого дела не грех выехать пораньше и потерять в дороге лишние полчаса. Участок автомобильной дороги от Рождественского храма до центральной площади города перекрыт. Здесь идут ремонтные работы. Водители и их пассажиры не жалуются, знают – дорожное полотно нуждается в замене. Тут постоянно какие-то колдобины. Выбойные после зимы. Неудобно, да? Неудобно, да. А вот это вот, когда асфальт неровный, чем неудобно? Это аварийно опасно? Ну да, конечно. Когда выбоины такие, машина может подскочить и другую ударить. В сторону идти? В сторону идти. Сейчас рабочие оформляют край дорожного полотна. Бордёрный камень не только пора заменить, но и необходимо приподнять, как того требует норматив. Обратите внимание, вдоль него на край газона кладутся бетонные плиты. Так корни растений со временем не разрушат конструкцию. Когда с этим будет покончено, Новомытищинский проспект переасфальтируют. То есть это первая часть, а затем будет укладка нового асфальта и разметочка. Также работа начата на улице Стрелковая, на улице Бояринова, на улице Каргина. В 2018 году будет отремонтировано 15 городских дорог и 21 сельская. Для этого из муниципального бюджета выделено 140 миллионов рублей. Кроме того, 310 миллионов рублей предлагает правительство Московской области. За счёт региональной субсидии мытищинские чиновники планируют обновить 188 дорог. Из них 69 – это будут дороги, которые будут в городе Матищи. Остальные – на трёх территориях. Территориально расположены Матищинские, Пиаговские и Федоскинские. Планы наполеоновские. Интересно, что кое-где уже можно полюбоваться результатом. Например, по улице Белобородова автомобили теперь проезжают почти бесшумно. Отличный асфальт. Раньше было хуже волнами, а сейчас отличный асфальт. Едешь как по стеклу. Всё замечательно. Я рад. Осталось всего ничего – нанести разметку на автодорогу и отремонтировать тротуары. Тогда, пересекая улицу Белобородова, будут радоваться и водители, и пешеходы. На улице Угольной, напротив, Затишье. А ведь за её реконструкцией, без преувеличения, наблюдают все жители городского округа Матищи. Однако беспокоиться им не о чем. Сейчас вот этот момент, который связан с понижением воды, с отводом воды, он такой вялотекущий, получается, может быть, менее эффективный и не видна такая интенсивность работы. Как только эти вопросы будут решены, дальше работа пойдёт в более ускоренном темпе. Чтобы осушить болото под улицы Угольной, рабочим приходится кататься по ней взад-вперёд на тихоходной технике. Когда вода основательно пропитает грунт, он будет удалён. Затем котлован глубиной около полутора метров засыплют. Для этого будет привезено более 500 тысяч тонн песка. И только затем рабочие смогут приступить непосредственно к реконструкции дорожного полотна. Устройством ливневой канализации, прокладкой соответствующих труб. И затем уже с последующим заменой фактически дорожного полотна, дорожной одежды со слоями дорожными, со всеми, там порядка 550 метров будет вот такое именно, что с заменой дорожных одежды, с заменой слоё. Открыть улицу Угольную планировалось 1 августа. Однако и чиновники, и строители понимают, что без одной из двух дорог, ведущих в микрорайон строитель, мытищинцы обходятся с трудом. Поэтому сегодня поставлена задача завершить реконструкцию стратегически важного объекта на месяц раньше, до 1 июля. Остаётся добавить, что мытищинские дороги, час которых ещё не пробил, будут по традиции подвергнуты ямочному ремонту. По этим направлениям разыграны контракты уже. Они финансируются за счёт средств местного бюджета. И по всем территориальным направлениям контракты заключены. И они выполняются на сегодняшний день. Интересно, что все выбоины на мытищинских дорогах оцифрованы. То есть сфотографированы, измерены и занесены в базу специального мобильного приложения. Так что ни одна не уйдёт от ответа. Все 312 штук будут уничтожены. Вернее, залатаны. Надежда Трифонова, Константин Химичев, Денис Петров. Информационная программа «День».